Добрый вечер! Сегодняшний гость простых вопросов служит литургией на церковнославянском языке. Он говорит на китайском. В его жизни был такой факт, что он крестил российских летчиков в индийской тюрьме, которых приговорили к расстрелу, а также бодрил наших олимпийцев во время Олимпийских игр в Пекине. Сегодняшний гость простых вопросов русский священник в Гонконге, протеерей Дианисий Поздняев. Здравствуйте, батюшка! Добрый день! Первый вопрос. А почему Китай стал частью вашей судьбы? Да, и для меня самого это не до конца понятно. Видимо, что-то помимо моего собственного выбора и сознания было, что меня влекло всегда к Китаю, и с детства памятный интерес к китайским иероглифам, потом какие-то знакомства и друзья. Я думаю, личностно это стремление к чему-то далекому и неизведанному. Ну, мало ли, что куда нас влечет в детстве, а потом почему так вот все-таки вас направили в Гонконг уже после принятия САНа? Думаю, что воля Божия к этому была. На самом деле, гонконгский проект это было то, что я предложил теперешнему патриарху, тогда митрополиту Кириллу, как проект, связанный с православием в Китае. И он был воспринят, одобрен, благословлен, и святейший патриарх меня благословил служить Гонконгом. Православие в Китае, кстати, как сегодня ситуация с православием у наших заречных соседей? Мы говорим о том, что положение тяжелое, трагическое, если не сказать критичное в силу исторических обстоятельств, прежде всего. И я думаю, в силу того, что Россия на самом деле тоже, не имею в виду официальной власти, но российское общество вообще никогда на самом деле глубоко и по-настоящему не интересовалось судьбами православия в китайском мире. Я думаю, что это причина тех неуспехов и тех сложностей, которые мы видим сейчас. Ну как же никогда? Русская духовная миссия сколько столетий сеяла семена добра и света в Пекине? В следующем году мы будем отмечать 300 лет российской духовной миссии в Китае, но если мы сравним хотя бы количество на число тех миссионеров, которые приезжали из Европы и Америки в Китай и русских миссионеров, это не сопоставимая, к сожалению, величина. Почему мы утрачиваем эти позиции, на ваш взгляд? А сейчас уже в силу исторического какого-то развития ситуации и коммунизм в Китае экспортированный из Советского Союза, и церковь несвободная и ограниченная в Советском Союзе, сейчас идет, конечно, какая-то реанимация, так скажем, этого вопроса. Но я думаю, что без очень правильно выстроенной грамотной стратегии действия православие из Китая может исчезнуть как факт. На ваш взгляд, как китайцы сегодня относятся к России? Я думаю, что с большим интересом, и это немножко по-разному в разных регионах, на самом деле. Здесь это соседствующий регион, Россия единственная, так скажем, конечно, европейская страна, граничащая с Китаем. Тут кажется, что много есть возможностей для взаимодействия, должен был бы быть большим интерес. Но если мы посмотрим на основные потоки китайской миграции, то Россия для китайцев не является каким-то приоритетным или интересным направлением. Сюда едут те, кто не уехал в Австралию, Францию, Канаду или какое-нибудь иное, более далекое зарубежье. Ну то есть это практически интерес к России? Выгодно-невыгодно? Есть интерес, нет интереса? Вот для китайцев во многом да, но если мы вообще говорим об иностранцах, я говорил с русскими о том, что они считают достижениями России в современном мире. И мне в основном отвечают мои соотечественники так. Большая территория, ядерное оружие, полеты в космос. Когда я говорю с иностранцами о том, чем им кажется Россия интересной и важной для мира, мне в основном говорят о каких-то вещах, сводящихся к классической культуре. Понятно. Знаете, я что заметил? Чем ближе к границе с обеих сторон, тем меньше улыбок. Ну соседи часто находятся не в очень таких дружественных отношениях, тем не менее они живут вместе, но на бытовой почве существуют какие-то трения. Я думаю, это естественно, но вопрос совместного проживания, он должен это преодолевать. Японцы научились быть очень вежливыми именно из-за того, что они вынуждены сосуществовать на очень ограниченных территориях. Так что это тоже возможная модель. Ну а вы заметили это, что чем ближе к границе, тем меньше улыбок? Я очень коротко здесь сейчас, честно говоря, я не заметил этого, но есть специфика, которую в городе Хэйхэ заметил, например, и по сравнению с Благовещенском. Во-первых, специфика Хэйхэ в том, что там значительно больше грамотных надписей на русском языке, чем в других китайских городах. Это значит, люди проявляют интерес к тому, чтобы быть представленными грамотно. Они не хотят допускать ошибок. Значит, если они не могут написать грамотно, они обращаются к русским для того, чтобы их поправили, для того, чтобы они выглядели нормально. Значит, существует некая сумма социальных претензий, так скажем, лицо, как говорят китайцы, которое они перед русскими хотят иметь. Это очень... Как относятся к вам на улице в Китае, когда вы идете вот в облачении православный священник? Обычно понимаю, что это священник, не понимая, впрочем, какой. Понимаю, что христианский священник. Отношение всегда спокойное и доброжелательное даже, я бы сказал, уважительное. В Хэйхэ так же? Ну, в Хэйхэ я был буквально полчаса, поэтому я не успел столкнуться с чем-то ни было. Вы в индийской тюрьме крестили российских летчиков, которые были приговорены к расстрелу. Почему именно вы? Что вас туда повело? Там уж оказался, это не было какой-то целью моей поездки. Я просто по служебным делам, находясь в Индии, узнал об этой истории и постарался их посетить. И когда их посетил, вот поговорил с ними и принял такое решение об их крещении, узнав их историю, потом стал заботиться о ее справедливом решении. Вы по сей день как-то с ними какие-то отношения поддерживаете? Да, вот мы периодически встречаемся, переписываемся. В прошлом году было 10 лет этой истории, мы все собирались в Москве в августе, и я видел некоторых из них в Риге тоже. То есть ваши духовные дети? Да, мы, ну и друзья, да, так скажем. Зачем вы приехали в Благовещенск? Вроде Гонконг, Благовещенск как-то немножко далековато. Но я всегда говорю, что Китай и Россия — это соседние две страны, поэтому не так уж и далеко. Ближе, чем из Москвы, по крайней мере. Ну да. Даже и до Гонконга. Приехал, прежде всего, для того, чтобы лично познакомиться с новым архиереем, владыкой Лукианом, и с тем, чтобы обсудить с ним возможные какие-то перспективы действий, которые могли бы помочь развитию темы православия в Китае. Причем Китаем я называю не Китайскую Народную Республику, а Китайский мир. Китай и в Благовещенске есть, и в Москве, и в Ванкувере, и во Франции, где угодно. Вы директор Центра русского языка в Гонконге, это правда? Да. По-моему, китайцы русскую литературу особо не знают. Советскую, да, а вот с Достоевским, простите, с трудом. Самый популярный Чехов, на самом деле. Может быть, из-за краткости, не знаю, но в Гонконге, потому что Чехов, наверное, самый британский, самый английский по духу из русских писателей, и англичане тоже его больше всего любят. Но все-таки Пушкина знают, Толстого знают, переводят немного. В целом я скажу, что китайцы знают русскую классику лучше, чем русские знают классику китайскую. Ну, наверное, это да. Вообще, русский язык не популярный сегодня в Китае, он уже вытесняется. Так в приграничии, наверное, еще как-то живет. По сравнению с английским, конечно, не популярный. Но вроде по статистике рост интереса есть, хотя он не очень большой. По крайней мере, интерес не снижается. Вот смотрю на вас, вы такой русский, синеглазый, такой вот батюшка. Вам комфортно в этом азиатском Китае? С вашей славянской душой и с подмосковным детством? Вполне, я думаю, что это тоже специфика русского человека, потому что нам внятно все, как говорил классик, и сынручный германский гений, да, и острый гальский дух, вот готовый молиться за трансваль, который горит в огне. Я думаю, что это тоже специфика русского человека, легко быть отзывчивым к ситуации и достаточно просто адаптироваться. Поэтому мне легко. Вам разрешают служить, я знаю, что иностранцам, духовным лицам китайский закон запрещает проводить богослужения. Гонконг находится в особой юрисдикции, там нет этих ограничений Китайской Народной Республики, поэтому никакой проблемы здесь нет. Только в Гонконге? А уже на территории Китая литургию нельзя? Официально не могу. А неофициально? Неофициально, это не публично. Не публично, понятно. Это были простые вопросы для православного священника в Гонконге отца Деонисия Поздняева. Всем здоровья, добра, берегите себя и живите, пожалуйста, в доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин